Девушки отдыхают Игровой индустрии, коснувшейся нас в 90-х, а другой стороне увлечений нами приставками в те времена, о том, что едва ли коснулась меня в те годы, но без сомнения коснулась вас, то о чём вы так просили меня рассказать. И сегодня в специальном выпуске Меморис, который наконец-то будет посвящен Денди о Сеге, я расскажу вам всё, что помню и как именно коснулась меня великая и могучая Сега Мега Драйв. Она же Сега Мега Драйв 2, она же Pro 16-бит, она же Кенга Мега Кен и так далее. Собственно говоря, Сега Мега Драйв, впервые я увидел её в 1995 году, в том самом году, когда мне купили приставку Денди. Через год после того, как я вообще впервые увидел игровую приставку, это была Денди, я уже рассказывал, увидел я её в таком, знаете, типа игровом зале. Вот в те времена пошла такая тенденция на создание разных игровых клубов, в которых, собственно, в одном огромном зале стояли просто несколько телевизоров и несколько приставок, и около них толпилась, собственно, детвора и молодёжь. Вот у нас тоже был не так далеко от нашего дома, примерно метров 200 магазин, 14-этажка, и у него, значит, собственно, на первом этаже, в главном холле был такой вот, типа, игровой зал. В этом игровом зале стояло три телевизора, перед которыми стояло три приставки, и, собственно, когда мы туда пришли однажды, там, насколько я помню, столпилось где-то человек, наверное, 40 детей, там, со всех возрастов, там, от 5 до 15-18 лет, вот, а мне тогда было, значит, 7 лет. И вот, значит, когда мы туда пришли, просто мама взяла меня в очередной раз в магазин, потому что я упрашивал её купить нежелательный терминатор, вот, и она меня взяла с собой, чтобы я ей напомнил, чтобы выбрал сам, какую мне надо, я же собирал наклейки, ну, ладно, это другая история. Значит, мы туда пришли, я увидел, что вокруг чего-то там, вот, не так далеко толпится толпа народу. Я думаю, ля, что там интересно? А вдруг увидел одним глазом телевизор, на котором вроде бы какая-то компьютерная игра. Мы туда подошли, и вдруг я увидел, что сидят, значит, перед телевизорами три стула, на трёх стулах сидят пацаны, играют в какую-то неведомую мне приставку и в какие-то невиданные мною раньше видеоигры. И, значит, первая, самая первая игра, которую я тогда увидел на Сенгу Мегадрайв, это была игра Черепашки-ниндзя. Возвращение Шредера. Её интерпретация также называется Hyperstone Haste. Я не помню, какая именно версия была тогда играна на том самом телевизоре, но это была та же самая версия. И я помню, что играли тогда на уровне канализации. Значит, играли на уровне канализации, и я на тот момент уже видел игру Черепашки-ниндзя 2 на Денди, и там тоже был уровень канализации. Я сначала подумал, что, глянь, вроде бы это Денди. Но потом, приледейшись, я понял, блин, это что-то... Это какая-то... Нифига себе какая, лёнь, черепашки, они как в мультике. Всё, цвета такие, всё как в мультике. Нифига себе, что это такое? Офигеть. Мы вот там смотрели, а мама меня всё подгоняла. Ну, давай, давай, пошли, пошли, а? Вы представляете, как мне вот... Вот меня толкают, я глазами просто вот всё, примагнитился. Я не могу оторваться от этого зрелища. И я вот... Я маму говорю, мам, ну, блин, нифига себе, ну дай посмотрю, лёнь, что творится. Это же... Это черепашки низи, они как настоящие, мать вашу. И, значит, тогда присмотревшись, собственно, на чём-то там играют пацаны. Я увидел, что они играли, вот, примерно, на вот такой приставке. А может, даже это была такая, но это была чёрная приставка. Но самое... Я даже не столько обратил внимание на приставку, сколько обратил внимание на джойстинк. Вот они играли, собственно, на вот таких вот джойстинках. Они были шестинкнопочные. И я офигел, я не видел раньше подобной джойстинка. Я думаю, вот это да, это, видимо, какая-то суперкрутая приставка. Это уже не Дэнди. Хотя на тот момент у меня совсем недавно появилась Дэнди. И вроде бы я был ей доволен, абсолютно. Но когда увидел вот это, я просто охренел. Это было что-то совершенно запредельное. И, значит, просто не в силах оторвать себя от этого, собственно, действия. Я уговорил маму, чтобы мне тоже дали поиграть, ну, хотя бы 5 минут. Ну, хоть чуть-чуть. Потому что это вот, понимаете, просто вот мое первое впечатление, это как будто реальный мультик сошёл с экранов и даёт тебе возможность им управлять, собственно. И когда я всё-таки уговорил маму, она заплатила мне за 5 минут времени. А вы представляете, 5 минут стоили, по-моему, 2,5 тысячи рублей тогдашние. Это было примерно как... Примерно 6 или 7 жвачек Терминатора. Они, по-моему, стоили рублей по 300 или по 400. Вот. Это было достаточно много для моей мамы. В плане того, что я, собственно, с ней пошёл в магазин, чтобы мне купила пару жвачек. А теперь я уговариваю её заплатить несколько раз больше, чтобы я 5 минут поиграл на этой чудесной консоли. Но так или иначе, я её уговорил. Меня усадили, значит, перед телевизором на 5 минут времени. И начали спрашивать, а что ж ты хочешь играть? Что тебе поставить? Я, конечно, мог сказать, черепашки нельзя. Я не знаю, почему я не сказал. Я вообще не представлял, какого рода игры есть на этой приставке. Но первое почему-то, что мне пришло на ум... Вот, всё, например, черепашек я уже посмотрел, а мне хотелось ещё что-то посмотреть. Потому что это было невиданное зрелище. И первое, что мне пришло на ум, это были Том и Джерри. Это был вот этот вот картридж. Том и Джерри Франтик Антикс. Игра сделана по мотивам полнометражного мультфильма, которого я на тот момент ещё не видел. Но я уже прекрасно был знаком с Том и Джерри. Крутили по телевизору вот эти вот старые мультфильмы, самые великолепные мультфильмы. Я просто от фонаря сказал, Том и Джерри есть. Они начали копаться в картриджах, там был такой стенд. И начали Том и Джерри. Значит, усадили меня, дали мне джойстик и начали включать Том и Джерри. Понимаете, когда мне дали джойстик, когда я впервые взял эту фигловину в руки, я не представлял вообще, что мне с ним делать. Понимаете, для пацана, который только совсем недавно научился играть на дедницком джойстинге, несмотря на кнопки А и Б для того, чтобы сделать прыжок или удар, когда тебе дают джойстик, на котором уже шесть кнопок, совершенно неизвестного значения, что каждая из них делает. Плюс ещё сбоку какая-то кнопочка есть. Я просто сидел, я не представлял, как я буду в это играть. Это просто мой мозг уже на пределе. И вот, собственно, меня усадили, мне дали джойстик, включили Том и Джерри. Начался первый уровень. Я сразу, конечно, да, научился ходить вправо-влево, это понятно. Но я начал нажимать X, Y, я начал нажимать C. Он что-то ничего почему-то не делал. И вокруг меня тоже толпилась толпа детей. И они мне тоже начали подсказывать, что вот, вот, вот на эту кнопку он, короче, прыгает. Вот на вот эту. Я такой, ага, значит, ладно, допустим, вот эта кнопка. Примерно, наверное, секунд 30-40, или даже, может быть, минуту, мне понадобилось, чтобы разобраться в управлении, я начал идти вперёд, продвигаться, начал прыгать. О Бигве я вообще забыл, я не знал. И вообще меня это не интересовало. Хотя, знаете, с одной стороны тебе подсказывают то, с другой стороны тебе подсказывают то, что-то там, что подсказывают то, даже вообще чего нельзя делать в игре, чтобы ты это делал. Но я у меня просто, всё, я уже в пространстве, понимаете? Вот, и я помню, что я, поиграв вот в свои отведённые 5 минут, я сумел разве что дойти до первой ямы, которую нельзя перепрыгнуть, не разгоняясь. Вот, я не знал, как разгоняться, у меня не получалось. То есть, я прыгал, я тратил жизнь, я опять прыгал от этой жизни, мне кричали, да, тут надо разгоняться, надо прыгать, короче. Ну, пока, в общем, всё это переваривалось, время моей игры истекло. И вот я, собственно, встал, так и не пройдя дальше первой ямы. Но я был в восторге, я был изумлён, потому что это, собственно, был первый самый раз, когда я впервые поиграл в Sega Mega Drive 2, хотя я на тот момент даже ещё не знал, что это Sega Mega Drive. И вот это было как раз или весной, или летом 1995-го, когда в один совершенно обыкновенный день мы пошли в магазин, и мне почти селивалось только в неё поиграть. Вообще, меня очень часто спрашивают, почему же так получилось, что Sega вроде бы ходила в народе точно так же, как и Dendy, и была не менее популярна, почему же всё-таки она меня обошла в 90-е стороной, и я в неё практически не играл. Я могу объяснить это тем, что в детстве я общался со своими друзьями, которые в основном были моими ровесниками. И, собственно, вся наша компания, если мы говорили с друг другом о видеоиграх, то мы говорили исключительно о Dendy, потому что у всех поварена была Dendy. Мы не общались с теми, кто был постарше, а, наверное, всё-таки те, кто постарше, они играли вот в такие более навороченные консоли, такие как Sega, Mega Drive, такие как Super Nintendo, такие как Sony PlayStation, Panasonic, 3DO. Нам доступно было только Dendy, и мы с друзьями играли только в Dendy. И очень редко мои друзья тоже имели возможность поиграть в Sega, они потом и нам об этом, ну мы все друг другу об этом рассказывали. И вот, играя с ними со всеми в Dendy, не имея Sega, вот, наверное, это и поспособствовало тому, что Sega, в принципе, взять было больше негде, и поэтому она так, собственно, и обошла меня стороной. И такие названия уже, знаете, как Sega Saturn, Sega Dreamcast, Sega Game Gear, Sega CD, и все эти названия мы узнали уже в 2000-х годах, уже когда появился интернет. И в 90-е годы слово Sega ассоциировалось у нас исключительно вот с приставкой типа вот Sega Mega Drive 2. Вот, но когда же, собственно, мне посчастливилось второй раз поиграть в ней эту приставку, уже, знаете, более углубленно, более, ну, больше сосредоточенно, и имея уже больше времени, чем какие-то жалкие 5 минут в магазине, это произошло несколько месяцев спустя. Это был август 1995 года, но уже не в Ростове, а уже в деревне. Я уже рассказывал вам в выпуске Dendy Memories про принципельский, что в деревне я встречался с таким моим другом, которого звали Денис Макаров, и что мы с ним жили буквально в нескольких остановках друг от друга здесь, в Ростове, но встречались исключительно в деревне, когда приезжали туда или на каникулы, или на праздники, или просто на выходные. Вот, но у Дэна Сенге тоже не было, но в августе 1995 к ним туда приехала его двоюродная сестра Аж с Дальнего Сахалина. Приехала со своей семьей, и в конце концов они там, собственно, обосновались насовсем. Ее звали Ира, и с собой она привезла две замечательные приставки. Это была Лифа, практически такая, что у меня, Пантера она называлась. Но еще она привезла вот такую вот замечательную штуку, совершенно не виданную ранее мной. Это нечто наподобие Сенге называется Меган Хенг. Но эту приставку она называлась всегда исключительно как Кенга, потому что Кенга это, собственно, пиратская компания-производитель этого клона, и на коробке с этой приставкой была написана именно Меган Хенга. Вот, у этой Меганга были такие замечательные контролеры, которые были так достаточно цветастые, но, как видите, они и по форме, и по цвету не слабо отличаются от ориенальных Сенусских контролеров. Собственно, саму эту приставку Ира никогда не называла Сегой, она называлась Данкенной. Но, увидев первые игры на ней, как она у них играла, я сразу понял, что, скорее всего, это то же самое, то же самое, что я видел в магазине в те времена. Первая игра, в которую она тогда при мне поиграла, это была вот такая вот игра Jungle Book. У нее было всего пара картриджей, но вторую игру, которая у нее была, я не помню. Познакомившись, собственно, с Ирой, посмотрев на эту замечательную приставку, посмотрев на эту версию игры Jungle Book, я, кстати, по-моему, в те времена Дэннишской версии еще не видел. Кстати, Дэннишская версия наша вышла уже на закате Неста, была в 95-м году, поэтому неудивительно, что она до меня еще не добралась. И вот я тогда увидел впервые вот эту вот игру Jungle Book. Но, помимо Jungle Book, у нее было еще несколько картриджей. Вот они все сейчас у меня есть. Это, собственно, Lost Wings. Это любимейшая ее игра Battle for Arathis, она же Duna 2. Мы ее называли немножко Duna. Это Cool Spot. Это Haunting про Полтергейста, тоже замечательная игрушка. И игра, в которую мы с ней резались практически каждые выходные, когда я приезжал в деревню, это незабываемые, любимые нами Стрит Рейсеры. Игра под названием Стрит Рейсер. В эту игру мы любили с ней практически каждый раз, когда я приходил к ней. Слава Богу, я с ней достаточно быстро подружился. И мы, когда Дэн Макаров уже с семьей конюнкосов закончились, и они въехали обратно в Ростов, Аира с своей семьей уже осталась там. И каждый раз, приезжая в деревню, я шел к ней, и мы играли в нее в приставку 7, вернее, в приставку Mega QN. Вот в эту игру Стрит Рейсер. Я никогда не забуду эти дни. Это, вот понимаете, Ира вообще своим приездом, она просто, я не знаю, она скрасила мое детство, проведенное в деревне. Потому что, кроме Дэна, у меня в деревне вообще не было друзей. Когда Дэн уезжал, у меня там был только Мишка, тот самый Мишка, который мне однажды поменял семи-игровку на Дэнди, и не хотел отдавать, помните, да? Вот, я с ним практически не общался с тех пор. Ну, так, иногда пересекались разве что. И вот, когда приехала Ира, она делала мои выходные, понимаете? Либо она приходила ко мне, либо я шел к ней, либо мы играли в Дэнди, либо мы играли в Сегу. Но в Сегу мы играли только у нее, но я не всегда приходил именно к ней. Иногда и она приходила ко мне. И мы просто бегали, что-нибудь делали на улице, там, в песочнице или еще где-нибудь. Там, по деревьям лазили, или на велосипедах ездили. Вот, и что касается Сеги, если мы играли в Сегу, естественно, мы играли в Стилл Трейсер. Стилл Трейсер вообще появился у нее не в 95-м году, он появился немного позже. Первое время у нее еще были такие картриджи, знаете, Фринстоуны у нее были. Кстати, тоже я практически одновременно увидел Фринстоунов на Дэнди и Фринстоунов на Сегу. Еще у нее была игра про Гуфи, по-моему, называется Гуф Труп. Тоже она ее очень любила, где Гуфи там ходит с такой фиговенькой, типа, как в Роккинг Кэтсе что-то такое. То ли боксерская плеча, то ли ножницы, вот так вот тоже она с ней ходит, там что-то делает, я уже плохо помню эту игру. Еще у нее были Дафи Дак. Кстати, Дафи Дак, вот, я помню, что однажды я пришел к ней домой. У нее вообще, мы играли, если мы не играли в Сегу, мы играли на блатном телевизоре, на телевизоре под названием Сони, черт возьми. Вот. Еще у нее в доме стоял телевизор, типа, моего Фотона, такой тоже здоровый, тоже ламповый, тоже советского, очевидно, производства. Но однажды, но мы на нем никогда не играли, но однажды, придя к ней домой, я увидел, что она играет в Дафи Дака на этом телевизоре, и он показывает по-светному. Я удивился безмерно, потому что я думал, блин, какого хрена, у меня точно такой же телевизор, по сути. Ладно там, Влад, да, в Ростове, у него видно уже было, что телевизор какого-то нового поколения, что он уже не ламповый, что я не знаю, может он и ламповый. Он, кстати, знаете, он назывался, блин, я не понял, как он назывался, ну ладно, неважно, вот. А у нее на телеке он был, по сути, такой же, как мой, но он показывал исключительно в цвете Даки Дака, и я помню, я всегда запомнил тогда литературу, где он поднимается по лифтам в деревьях, вверх, вниз. Вот в это вот мы играли, я все играл, удивлялся, почему так. Придя домой, рассказав родителям, почему у Иры на ее ламповом телевизоре старом показывают в цвете, а у меня нет. А что мне мог сказать папик? Он сказал, ну нет, другой какой-то телевизор. Вот и все объяснили. Вот. И еще, да, у нее в те времена была еще одна игра, это, собственно, величайшая тоже игра на Денди, игра по-назовому Тинни-Тун Адвенчерс. Здесь, кстати, она имеет подзаголовок Buster's Hidden Treasure, типа запрятанное сокровище Бастера. Игра по типу Дендиского Тинни-Туна, но на себе мне понравилась не меньше. Более быстрая, более красочная, более веселая, наполненная огромным множеством секретов и альтернативных путей. И, собственно, ни одну из этих игр, ну, ладно, разве что, разве что, нет, Хаунтинг нет, Кул Спот точно нет, Дюна нет, Безус Вильфингс нет, Тиви Трейсер уже много позже. Кстати, ни одну из этих игр мы широком не проходили. Я помню, что одна же, придя к ней, мы играли у нее в Кул Спот, а у нее еще была такая книжка, со временем у нее появилась книжка с паролями для 7 и Мегаграфик, не помню, я в какой компании. Вот, и в этой книжке она находила для себя пароли на Лост Вильфингс, на Дюну, тогда же она мне рассказывала, что вот, можно бесконечный день и делать, можно все что угодно строить, и так далее. Вот, и в этой же книжке мы находили пароли на игру в Кул Спот. Игрушка чрезвычайно длинная, но очень интересная, тем более на Изи вообще она не такая отдельная, но если играть не на Изи, это вообще жесть. Вот, и придя к ней, играя, увидев, как она играет в Кул Спот на уровне, где он в ванной прыгает по всяким этим, по всяким кувшинкам, по корабликам, потом поднимается наверх, прыгает по дирижаблям, подвешенным на веревочках, вот, мы долго с ней долбались прокалитатурой, но мы его так и не могли пройти, постоянно срывались вниз, постоянно падали, не могли добраться до конца, вот, и потом отчаившись, она полезла в эту книгу, нашла там пароль на смену уровня. В Кул Споте есть пароли, ну, вы, безусловно, знаете, а те, кто не знает, я вам скажу, что в Кул Споте есть пароли на паузе, если нажать на паузу, то можно путем ввода какого-то конкретного пароля добиться каких-то особенных результатов. И вот мы тогда попробовали пароль на смену уровня. Вы нажимаете на паузу, набираете код, и бах, сразу у вас появляется заставка, как вы спасаете на уровне уже этого томящегося за решеткой вашего приятеля, тоже такого же Кул Спота, как вы, вот, и начинается новый уровень. Вот так мы с ней, в принципе, посмотрели практически все уровни, которые есть в этой игре, но практически не один, ну, кроме разве что самых первых, мы так до конца и не прошли. Таким образом, вот вплоть до самого конца 90-х годов, до 98-го, до 99-го, поиграть в Севу мне удавалось только у Иры, только на выходных, и то через раз. Потому что, в принципе, у нас в Ростове ситуация особо не менялась, относительно сей. Информацию новую, какую-то, о приставке, о какими-нибудь, знаете, обрывками, там, услышанными краем уха, я мог получить в те времена, разве что, из телепередачи Дэнди на Вариальность, которую, опять же, я очень мало смотрел, как раз таки из-за того, что там больше внимания уделялось именно играм на 16-битных платформах. Поскольку у меня было Дэнди, я хотел слушать о Дэнди, а мне рассказывали про Иры, которые я не знал, которые я не видел, в которые я вообще вряд ли когда-нибудь поиграю, меня эта информация не особо интересовала, мне все, когда это показывали с экрана, мне это все казалось каким-то не особо интересным и сложным. Вот, еще, разве что, можно было что-нибудь вычитать, вот, в журнале Дэнди новая реальность, вот это, вот этот журнал, вот этот номер, это единственный номер, который вообще был у нас, у всех в те самые 90-е годы, вот вы представляете, нам посчастливилось обладать этим журналом, потому что Владу однажды родители купили именно этот номер, уж не знаю почему, не знаю почему больше не покупали, это 19-й номер, вот, и мы его, собственно, всей толпой разглядывали, рассматривали до дыр от Влада, кстати, да, вот МК-3 на задней обложке, и в МК, МК, вообще, блин, МК, это отдельная история, ну ладно, я вам расскажу об этом в следующей части, собственно, листая вот этот вот журнал, здесь можно было найти информацию, вы знаете, о Денде, о Геймбое, о Супернтендо, разумеется, о Синдре Мегадрайве, и вот листая конкретно странице, посвященной Мегадрайву, мы как-то очень сильно заостряли внимание сюда на картинках, вот, кстати, крутое пятнышко, то самое игроку, у спорт, но читать почему-то всю вот эту вот гору текста нас совершенно не вдохновляло, я не знаю почему, как-то глядя на картинку, всё становилось так сразу понятно, о, блин, а вот это вот изображение этого хулспота, мы переводили, знаете, сколько раз, он был весь чёрный от переводной бумаги, о, боже, да, вот, и как-то вот, именно ограничиваясь картинками, нам хватало, собственно, понять, что из себя представляет та или иная игра, вот, разделами Супернтендо и Геймбоя мы вообще практически не интересовались, потому что нам вообще-то было неведомо, зато локат Дума, который был в середине журнала, мы переводили, тоже не знаю сколько раз, не подозреваю вообще, что такое это Дум, что это игра, это или не игра, как было написано внизу, что это Супернтендо, но, картинка убойная, согласитесь, впрочем, наверное, как и сама игра, так вот, помимо журнала и передачи для дневного реальность, больше не было никаких, никаких источников, где можно было получить информацию об играх, до самого конца 90-х годов ни у кого из моих близлежащих, близживущих, господи, друзей, не было представителей Sega, вот, единственный момент, который я могу припомнить, это когда, где-то, то ли в 96-м, то ли в 97-м, однажды мой друг Пашка, который жил на 4-м этаже, взял у своего соседа у него был сосед, его звали Славик, он был, его, по-моему, немножко младше, но, знаете, он всегда, сколько мы с ним, мы с ним вообще не общались, практически, он всегда для нас был такой немного шезанутый паренек, какой-то, не знаю, на своей волне, какой-то, знаете, и у него единственное, то есть во всем доме из наших знакомых была Sega, Пашка жил с ним, буквально, вот, друг напротив друга, и однажды, взял у него, собственно, поиграть эту самую Sega, и позвал меня, и еще, где-то, наверное, человек пять, и я помню только, что тогда мы засели у него, и играли в русалочку на Sega, я еще, помню, удивился, думаю, какая совершенно другая русалочка, чем на Dendy, там плаваешь совсем по-другому, спасаешь каких-то русалов, боссов, я там не помню, но, в общем, и то играли, в основном, не мы, играли наши старшие братья, вы же понимаете, вот, еще я помню, что играли у него в Тинетун, вот в тот самый Тинетун, вот в этот, вот в этот самый Тинетун, мы у него играли, и дошли тогда даже, до уровня пещер, это достаточно длинная игра, и пещеры, это тоже не самый первый уровень, играли даже уже более-менее по очереди, и я помню, что, дойдя до пещер, я помню, как никто не мог пройти там, какой-то отдельный фрагмент, я, естественно, тем более, вот, и продолжалось все это действие, примерно часа четыре, мы у него сидели, пока у нас в итоге не выгнали его родители совсем. Вот, и, собственно, так и завершились 90-е годы, вот, весь вот этот вот, все, что я вам рассказал о Сеге, весь этот запас, приходился, именно, весь этот запас воспоминаний, приходится именно в 90-е годы, и свое настоящее, в полном смысле этого слова, перерождение, и открытие, открытие, эта приставка произвела на меня уже в 2000-х годах, но об этом я расскажу вам уже в следующей части Сега Меморис, поэтому оставайтесь на связи, следите за фриноманией, и все будет здорово, до скорого. Сега Меморис, 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 Продолжение следует...